Ребята, я вот хотел бы затронуть такую маленькую тему спортивных единоборств. Многие из вас, кто следит за постоянными выкладками у нас, за новыми выкладками на канале, знают, что у меня есть коллега на работе, бывший чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный, до сих пор действующий чемпион мира, чемпион Европы, простите, по тайскому боксу. И он после каждого поединка постоянно страдает увечьями. То нога разбита, то нос разбит, то плечо вывихнуто, то гематомы сильные. Кстати, помните китайского монаха, который якобы непобедимый? Так вот, несколько лет назад в Хамбурге мой коллега одержал над ним победу. Причем одержал все четыре судьи, отдали победу по очкам ему. Хотя этот китаец, как же его, я не помню, как его зовут, да и не важно. Этот китаец его хорошо тогда уделал, причем сделал ему так, что гематома у него была, блин, по всей левой стороне сбоку. Но Лео выиграл. Судьи отдали ему все очки, всю победу. И когда на каких-то форумах, допустим, в группах на Фейсбуке появляется хвалебная песня вот этому китайцу, я говорю, а вот мой коллега на работе, то-то-то-то, блин, такое-то, такое-то, выиграл у него в таком-то году. Мой пост, мой комментарий сразу уничтожают, потому что авторитет вот этого шаолиньского монаха должен быть непререкаемый, хотя он и проиграл. Ну, к чему я говорю? Вот этот вот, который парень у нас, мой коллега на работе, он утверждает, что он абсолютно против любого может выйти, блин, с любым может сразиться, подраться без проблем и так далее. Что-то, типа, это ему в удовольствие. Он, пока он может воевать, пока он может драться, он будет одерживать победы. Хорошо, я не спорю. Вот вам пример. Опять же, у меня на работе есть парень выше меня на две головы. Вот представьте себе, у меня рост метр восемьдесят два, да? Мы хожу на метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Я уже старенький, ссыхаться начал, поэтому по росту метр потаил. Ну, так вот. У меня рост метр восемьдесят два, а он примерно на две головы выше меня. И его вес килограмм сто семьдесят сто восемьдесят. Он не жирный, но он толстый, он здоровый. Так вот, если я с ним, с этим парнем в спортзале выйду на поединок, я, хоть по правилам Кюкушинкай, хоть Эквондо, хоть Карате, я знаю все слабые места таких толстых людей. Я знаю, куда бить, я знаю, как бить, я знаю, как одержать над ним победу. В зале я выиграю. Это сто процентов я выиграю. На улице, если такой человек начнет со мной перепалку, подойдет ко мне вплотную, то улица это уже совершенно разные вещи. Он просто-напросто или шлепнет меня внезапно, или обхватит меня своими руками, и всем своим весом завалится вместе со мной на дорогу, на асфальт, задавит меня, задушит меня. На улице выиграет он. К чему я это говорю? К тому, что спортивные единоборства, они действенны и результативны на ринге, когда вокруг вас находятся и судьи, и врачи, и те, кто может остановить поединок, растянуть вот этих вот бойцов по сторонам и сказать, успокойтесь, ребятки, вы не на улице. А на улице в реальной ситуации ни врачей, ни судей нет. Там решающий фактор играет смекалка, сноровка, хитрость, опыт. Вот и все. И больше ничего. Поэтому, когда мне такие вот товарищи, как вот мой коллега, утверждают, что, да ты знаешь, там мне пофиг, против кого выходить. Я говорю, без проблем. Но выйдешь ты, выйдешь. Но выиграешь ли ты у этого человека, это уже другой вопрос. 22 апреля у моего коллеги состоится новый поединок на подтверждение титула чемпиона Европы. Конечно, я желаю ему победы. Конечно, я желаю, чтобы он победил. Все-таки это престиж его направления, престиж его клуба, ну и его эго. Но меня приглашали на этот поединок, я отказался, потому что это не мой стиль, во-первых. Мне не интересен этот стиль. Да и вообще, чисто узаконенный мордобой отличается от того, чем привык заниматься я. Вот все, что я хотел вам сказать. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok